Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. В этой серии видеоуроков, посвященных тому, как делать хорошие фотоснимки с мобильного телефона, мы поговорим об изменении чувствительности матрицы вашего аппарата или в простонародье ISO. ISO – это сокращенная аббревиатура от International Standards Organization. Это один из важнейших параметров в фотографии. Он определяет чувствительность датчика в камере, а это, в свою очередь, значительно влияет на экспозицию, то есть на количество света, которое необходимо для того, чтобы создать изображение на фотоснимке. Обычно в фотоаппарате, в телефоне, ISO начинается со 100, но иногда бывает и 125, а каждая следующая ступенька умножается на два относительно предыдущие, то есть 100, 200, 400, 800 и так далее. Чтобы изменить показатель ISO, мы переходим в основное меню нашего телефона, как фотокамеры. Второй сегмент в этом меню занимает именно ISO. В данном случае у меня стоит параметр 800, 800 единиц. Нажимая, открывается следующее подменю, в котором мы можем менять параметр. Первый – это авто, то есть наводя фотоаппарат на любой объект, ваше устройство само определяет, какую нужна чувствительность для вашей камеры, для того, чтобы получить достойный снимок. Но вы можете выставлять его вручную. На моем телефоне этот параметр изменяется от 100 до 800 единиц. Чтобы получить вот такой светлый, достаточно четкий, яркий снимок, посмотрим, какую же экспозицию выбрал фотоаппарат. Там, где ISO было 100, первый. Там, где автоматом он выбрал ISO 560, то есть ему не обязательно брать целые значения, так как это все-таки электроника, он может и брать другие параметры. И там, где 800, примерно такой же интенсивности получилось, как при 560. Но особенно вот этот параметр ISO важен при недостатке освещения, потому что задача стоит либо применением вспышки, либо используя какие-то другие возможности фотокамеры. Так как у нас нет ручной выдержки и нет ручной диафрагмы, то мы, устанавливая эти параметры, даем задание нашему телефону подстроиться и выбрать режим, достаточно для того, чтобы получить четкий снимок. Чтобы более наглядно продемонстрировать, что такое ISO и на что это влияет, я взяла достаточно в темное время, сделала два снимка. В первом случае принудительно выставлено ISO 100, во втором ISO 800. Видите, насколько эти изображения получились разными. В этом случае достаточно четко видно, что на сюжете изображено. При ISO 100 практически ничего не видно. При более активной освещенности можем продемонстрировать достаток, который сопровождает снимки с высоким значением чувствительности аппарата. Я сделала серию снимков на штативе при 125 и при 6400 единиц. Я делала на фотоаппарате, потому что на телефоне не так наглядно видна разница. И если я совмещаю эти два изображения на одной фотографии, то видно, что часть фотографии, которая сделана при чувствительности 125, более четкая, нет размытости. И при ISO 6400 она уже идет мутная, как будто бы пошла зерном. Так как при повышенной чувствительности у нас кардинально увеличивается наличие шумов, то мы увеличиваем чувствительность матрицы только в крайнем случае, тогда, когда у нас совершенно невозможно использовать вспышку, например. Невозможно будет сделать снимок ночного города со вспышкой. Что бы я ни делала, мне не удастся осветить задние дома. Поэтому мы используем ISO, которое будет кардинально великим. Но в этом случае при увеличении снимка можно видеть, насколько изображение мутное. Это при том, что аппарат был жестко установлен на штатив, очень большая размытость из дернистов. А в следующий раз мы будем говорить о балансе белого. Это моя любимая тема, потому что именно при неправильном балансе, выставленном на телефоне, снимки получаются синими фиолетами и непонятно, откуда же такая красота берется.